привет сегодня видео у меня будет не из гаража а из дома сейчас объясню почему оказывается я напоролся на еще одну очередную болячку кузова е39 вот она сука замок зажигания бмв е39 как он не потрепал нервы скажем так изрядно значит в чем у меня ситуация произошла первое подъехал я в гараж заглушил тачку сделал свои дела сажусь вставляю ключ а у меня личинка проворачивается вместе с ключом соответственно . не заводится вот значит что я решил сделать застрял я в гараже сразу говорю часа на 2 на 3 потому что я раньше с таким не сталкивался и ничего даже не знал как снимается как этот все благодаря видео в интернете и описанием тех ребят у которых уже такая проблема была значит выхода ситуации 2 первое это самая простая вытащить личинку просверлить дырку просверлить дырку и зафиксировать личинку чтобы она не прокручивалась я об этом тогда не знал и я снял весь замок зажигания снимать его пипец трудно вот эти вот два отверстия здесь устанавливаются болты которые имеют не срезную шапку шляпку и откручивать приходится с помощью зубилы и молотка потом сюда отлично подходят шестигранники от корзины сцепления вот можно поставить уже сюда но это так это лирическое отступление значит почему так происходит здесь в этой личинке вот здесь внизу я доработал уже таким образом чтобы она не перекручивалась вот именно в этом месте мы прорезаем отделом отверстия с помощью маленького сверла и вкручиваем саморез объясню почему здесь как раз вот в этом месте находится в самой личинке выемка за которую этот саморез цепляется вот у нас замок зажигания установлен вот так вот если посмотреть таким образом то вот находится саморез здесь и личинка не будет прокручиваться я бы свою решил проблему быстро и поехал бы дальше но проблема номер два у меня когда соскочила личинка у меня выскочил механизм который блокирует руль и у меня заблокировался руль и мне пришлось все это дело снимать снимать геморно очень но я снял личинку также я не смог достать и вот что у меня здесь происходит значит по тису и по мануалу инструкция такого что мы сюда в эту дырочку вставляем иголку проволоку поворачиваем ключ в первое положение и тянем на себя вместе с иголочкой из проволоки и личинка выпадает в руки так то она так но у меня как всегда все через жопу вот здесь в этом месте находится это заветная защелка вот если вы можете посмотреть как раз идет канавка через которую попадает проволочка или иголка и освобождает вот такую защелку она так вот на нее нажимает она спрячется и вы вот так вот ее силой вытягиваете на себя у меня это защелка не сработало она у меня заклинило и мне пришлось прорезать в корпусе вот такую дырку полгаркой это пол беды это самое легкое было достать личинку самое сложное это разобраться с защитным колпаком который из каленой стали сделан и просверлить его просто так не удастся нужна болгарка и хороший круг для надреза надо искать вот это место прямо под самой шляпкой то есть миллиметр отступа и тогда можно достать вот это вот стопорное кольцо сейчас я его достану покажу вот снято стопорное кольцо снимается защитный кожух по-другому это сделать невозможно то есть сейчас я собрал этот замок он работает включается все работает как положено саморезом я зафиксировал сам цилиндр замка и вот вот таким образом у нас работает механизм блокировки руля он у меня сейчас отработает неправильно из-за того что он не прижимается рулевой колонкой валом вот в закрытом положении он должен быть у так то есть в этом моменте руль блокировал заблокировал когда мы поворачиваем ключ блин неудобно вот получается идет блокировка руля вот мы завели тачку блокировка спряталась и вылез защитный штифт чтоб она не выскочила дороге тогда мы отпускаем ключ а новый выпрыгивает защитный штифт уходит и она выпрыгивает то есть обратно и таким образом руль блокируется вот руль разблокирован мы завели поехали заблокировать то есть вот этот механизм я весь полностью починил сам достал вал вот выглядит он таким образом что покажу что у нас здесь идет язычок который блокирует вал который силуминовый случае если вы попробуете сила его открыть он сломается и попадаете по любому на замок ну и сама площадка с поршеньком со штоком собирается она все очень легко но самое сложное это достать личинку и вытащить из нее код чтобы переставить в другую в любом случае я этот замок зажигания уже использовать у себя в автомобиле не буду потому что я еще когда снимал допустил ошибку и сломал антенну иммобилайзера я заказал другой замок полностью в сборе и буду переставлять личинку то есть из того что у меня пострадает в новом замке это будет личинка то есть я ее распилю ну так как у меня уже опыт есть я уже знаю как это делать я ее распилю максимально безопасно чтобы не портить статический вид вот все собрано то есть поворачиваем ключ вот так как у меня произошло такое в первый раз я не умею просто взять аккуратненько все починить мне нужно раскрутить разобрать посмотреть что из чего состоит для того чтобы в дальнейшем помочь кому-то это сделать либо самому уже не натыкаться на ошибки так как здесь уже эстетический вид нарушен хотя бы хотя сейчас конструкция вся работает она смазана механизм отлично работает контактная группа работает этот замок все равно уже на мою машину не встанет объясню почему тут еще идет антенна иммобилайзера которая одевается поверх этого кожуха я ее успешно сломал и сам по себе корпус уже раскурочен этот замок пойдет ко мне на полку в качестве донора может будет понадобиться когда-нибудь вал кому-то может поднадутся контактная группа но на свою машину я заказал контрактный замок зажигания в сборе с антенкой с контактной группой со всем этим перед тем как я его установлю я смажу все все механизмы чтобы туда больше не лазить единственное что у меня пострадает в новом замке это мне нужно будет пересадить сердцевину своей личинки под свой ключ в замок который приедет не новый потому что ставить замок зажигания с другим ключом это нужно прошивать его во-первых в блоке иммобилайзера и плюс будет два ключа один который будет открывать двери бардачок и багажника 2 который вызывать машину согласитесь это плохой вариант учитывая то что я знаю где уже делать надпил я его сделаю более аккуратным и плюс плюс сюда одевается антенна иммобилайзера то есть этот надпил виден не будет получается у меня будет собранный замок вот в таком виде сверху одевается антенна иммобилайзера и не будет распилен корпус также один интересный момент если у вас гуляет руль или руль скрипит когда вы его поворачиваете то всему виной вот этот вот пластиковый подшипник вот который вставляется вот сюда с таким подшипником я сталкивался в своей е36 когда у меня был дикий люфт руля не по осевой части а он ходил вот так вот то есть если берешь вот за руль вот так делаешь он стучал был разбит вот этот пластиковый подшипник который был не очень хорошего качества ну понятное дело что машине было 20 с хером лет и уже пора было ему рассыпаться здесь на удивление машина 98 года подшипник довольно таки хорошем состоянии я его достал разобрал разбирается он довольно таки легко нажимаете вот на вот эти все усики и вдавливаете вниз туда смазал это все литолом у подшипника люфта нет крутится хорошо люфта нет и никаких хрустов скрипов нет при прежде чем его смазать его помыл чтобы вымыть из песок заодно переставлю в новый замок зажигания этот подшипник старый с того замка я тоже смажу вставлю в будет у меня скажем так готовый узел для установки но мне он не понадобится вот такая неприятная ситуация приключилась со мной три часа просидел в тачке с заблокированным рулем хорошо что это было возле гаража и никто мне не мешал спокойно разобраться в итоге что мы имеем раскрученный замок зажигания но в итоге отремонтированы но все равно я его ставить не буду поставлю контрактный пересажу туда свою личинку и буду ездить себе спокойно поэтому не попадаете в такие передряги желаю чтобы ваши тачки не ломались и вы знаете что если прокручивается личинка замка зажигания и не заклинило фиксатор фиксатор руля то можно все легко починить с помощью маленького сверла и одного самореза и не нужно будет разбирать половину блять руля и колонки чтобы все починить поэтому не ломайтесь и пусть ваши кони служат долго всем счастливо до встречи